здравствуйте ваш выбор телеканал узбекистан тараха в эфире передача на перекрестках истины сегодня мы будем беседовать с историком сабитова карина сабировна и рада вас видеть я тоже очень рада вас карина сабировна хотелось бы побеседовать с вами о процессах эвакуации в узбекистан в годы второй мировой войны да эта тема как раз тем более актуальна что не так давно у нас было 22 июня в этот день как мы знаем в 1941 году 22 июня фашистские захватчики напали на советский союз и конечно же с первых же дней войны узбекистан принял самое активное участие и как мы все знаем именно в узбекистан было эвакуировано большое количество прежде всего детей женщин но прежде всего детей которые нашли в узбекистане второй дом приют и спасение а с каких городов областей сюда привозили детей женщин конечно же в первую очередь с оккупированных территорий ну конечно же исторические исследования не стоят на месте расскажите нам о фактах о цифрах сколько какое население было сюда эвакуировано достаточно большое было и как мы знаем сюда эвакуи были эвакуированы не только дети но и целые заводы целые предприятия сюда приехали деятели культуры деятели науки которые у нас проживали и цифры огромные около двух миллионов и каждый год эти цифры меняют да и каждый год от цифры меняются потому что мы от но получаем новые данные тоже как вы сказали исторические исследования не стоят на месте карина сабирина в каком состоянии был патрон от женщин конечно же в первую очередь судьбой детей беженцев до были заинтересованы наши женщины которые взяли так сказать предшествия над детьми многие дети были забраны в семьи но даже те дети которые по понятное дело что всех детей забрать было невозможно их было очень много хотя конечно же есть тоже из воспоминаний вот детей когда детей забирали по домам женщины которым не смогли забрать по каким-то причинам они плакали и очень переживали по этому поводу все хотели забрать детей конечно в семью конечно семья это лучше чем лучше чем детский дом понятное дело но даже те дети которые попали в детский дом они были под патронажем не общественных организаций заводов по поводу усыновления сирот детей в нашей стране были сняты фильмы даже например семья ашарахмеда шамахмудова и таких семей было очень много это всего лишь один пример да это один пример он на конечно же наиболее яркий потому что эти благородные люди они взяли очень большое количество детей вот всем известно судьба мальчика которого назвали нигмат который тоже был его выходили его можно сказать поставили на ноги там дети были из татарских семей украинских семей белорусских семей еврейских семей то есть абсолютно разных национальностей все они росли как одна большая семья но помимо такого яркого и всем известного можно сказать всемирно известного примера были вот другие люди например например учитель по фамилии шарафудзинов который тоже установил ребенка из украинской семьи или например другой пример рабочий с фабрики уртак который мир за алиев по моему насколько я помню его фамилия которые тоже усыновлял усыновлял удочерял огромное количество детей также это были женщины женщины были совершенно у нас мы знаем страна многонациональная это были и женщины узбечки и женщины и русские женщины и казашки то есть всех национальностей которые нас проживали все брали по ребенку попу может не по одному ребенку по много детей в свои семьи и надо сказать что дети которые пережили вот такой ужас например описывается воспоминание мальчика который ехал то есть ехал в эвакуированном поезде да и во время движения этого поезда их буквально преследовал и целенаправленно бомбил фашистский самолет истребитель да и вот этот ребенок он был в таком ужасном конечно совершенно состоянии он на его глазах погибли его это товарищи тоже такие же дети и только приехав в ташкент он как бы сказать немножко пришел в себя тоже судьба девочки которая потеряла мать который тоже погибла она ехала с матерью то есть потом уже после окончания войны из воспоминаний этих детей составили сборник который является очень ярким свидетельством милосердия и благородства узбекского народа кстати подвиг шамахмудова он является символом дружбы народов милосердия узбекского народа и у нас памятник установлен сейчас дружба народов и надо сказать что памятник он пользуется большой популярностью его обязательно показывают гостям столицы высоким гостям например просто туристам которые к нам приезжают так что многие очень посещают действительно но в те годы службы психологической поддержки вот это всего не было это все взяли семьи которые взяли конечно не было во первых не было таких скажем так не было конечно никакого интернета не было таких возможностей которые есть сейчас и вот я бы как раз вы как раз затронули очень интересный момент я хотела бы сказать что именно из выдающиеся деятели культуры такие как гафор гулям как живший в то время у нас писатель алексей толстой жившие у нас тогда жены писателей известных советских например жена писателя всеволода иванова они кстати принимали самое деятельное участие в судьбах детей написали об этих детях писали очерки например газете правда востока опубликовались письма рассказы истории вот о том как известные скажем деятели культуры искусства помогают тоже детям они перечисляют деньги там как бы сказать всячески поддерживать и поддерживают помогают как материально там вещи там детские да какие-то так и скажем так че духовно как мы знаем для маленького ребенка для подростка пережить такое чтобы на глазах погибли родные там это конечно сказывалось очень тяжело и на психике и на физическом нам а надо сказать что дети восстанавливались потому что они чувствовали вот эту заботу теплоту поддержку конечно карина собира на насколько мне известно вы занимаетесь на научном уровне темой педагогические техникумы и в годы второй мировой войны несколько учебных учреждений тоже были сюда перенесены эвакуированы да вы знаете вот как раз педагогические техниками в годы войны они многие были кстати переоборудованы как раз госпитали и на территории даже на территории педтехникумов были расположены как раз и детские дома так что действительно а еще надо сказать что несмотря на то что шла война учителя не останавливали свою работу они продолжали проходила краткосрочные курсы повышение квалификации то есть иди даже в такое вот тяжелое время дети в школу ходили образование получали образование пусть это конечно же это было очень нелегко и вы знаете вот почему еще дети ходили в школе потом школу потому что школа старалась всячески обеспечить детей обедами хоть какими-то да там горячий это может для многих детей это был один из можно сказать таких источников где ребенок мог получить горячее питание поэтому работу свою работу не школа не по техниками не становлюсь калица берна вы можете подчеркнуть каких-нибудь ну деятелей что они все хорошо отзываются узбекистана вспоминает эти годы мировой второй мировой войны то что их родители здесь проживали могу упомянуть что кстати как раз таки сары шин тура его наша известная центов танцовщица она как раз тоже в своих воспоминаниях писала об этом писали вот вот тоже вышеупомянутый алексей толстой их жены еще писала об этой работе жена сына известного писателя ну пролетарскому как он тогда пользовался известностью и максима горького а теплые слова наших современников известных личностей это тоже затрагивает да да сейчас как я уже сказала на эта тема освещается готовится достаточно много написано научных статей сборников и вы телепередач на вот эту вышеупомянутый как раз на ту тема который мы с вами говорим конечно этот подвиг он является одним из таких скажем так столпов которые сейчас поддерживают дружбу между нашими народами кстати сказать люди вернее и сыну уже это прошло очень много лет это уже выходить потомки этих людей да вот в связи с этим я бы хотела упомянуть известного российского актера стоянова который не раз очень весьма часто я вот сама это слышала упала рассказывал о том как его мама была эвакуирована в узбекистан и как она там была спасена узбекским народом и таких очень много до таких воспоминаний действительно много в принципе можно даже они в сми достаточно широко освещается карина собира но вы знаете еще в этих воспоминаниях отдельно описывается климат узбекистана до дружелюбный народ даже вы знаете даже сухофрукты красиво да да там кстати связи с этим могу вспомнить известную тоже писательницу диную рубину у нее есть известная книга на солнечной стороне улице как раз и тоже она в своих рассказах и по моему в своих беседах она очень ярко описывает именно те ощущения которые чувствовали вот дети да которые папа который после всех этих ужасов голода лишений даже вот этих всех ужасов войны вот этого страха за свою жизнь за жизнь близких они попадали узбекистан и здесь вот они в одной из книг описывается как один маленький мальчик вот так как раз по моему в романе на солнечной стороне улице об этом же снят еще сериал хотя сериал довольно неплохой и и там описывается как маленький мальчик был сможете была спасена его жизнь благодаря тому что люди там вот он жил у каких-то по моему совершенно простые люди колхозники его насколько как там а насколько я помню как там описывается его спасли вот эти вот это вот кислое молоко спасло вот этого ребенка выходили и таких детей действительно было много потому что опять-таки у нас конечно конечно нельзя сказать что было прям такой конечно изобилие естественно и зима у нас особенно в сорок втором году у нас зима сорок втором году в узбекистане тоже по воспоминаниям моей собственной бабушки была очень тяжелая действительно и народ испытывал лишения но конечно же не до такой степени как на оккупированных территориях и все-таки благодаря вот благодатной земле многие жизни особенно где что важно для детей были спасены карина сабировна а сегодня какое отношение о всемирной общественности к в к милосердию узбекского народа узбекистанцев года второй мировой войны это очень хороший вопрос я могу на него ответить так что эта тема она не забывается эта тема развивается не только скажем так научной да средой но также средствах массовой информации стараются освещать эту тему и я бы хотела бы заметить что эту тему хотелось бы все-таки больше видеть кинофильмов до книг написанных на эту тему потому что это очень важно для молодежи чтобы хотели сказать заключение в заключении я бы хотела сказать чтобы эта тема не забывалась чтобы как можно больше исследователей занимались этой темой смежными темами но насколько я знаю если очень много сейчас написано научных статей работ научных диссертаций как раз на тему эвакуации там не только касательно детей да но также и предприятий заводов культурная эвакуация как мы знаем здесь сюда была перемещена целая академия наук так что эта тема она освещается над ней работаю спасибо спасибо за интересную беседу приходите еще спасибо большое вам дорогим телезрителям я еще раз напомню сегодня мы беседовали с историком сабитовой кариной сабированы о годы эвакуации второй мировой войны оставайтесь на телеканале узбекистан тараха а